Продолжение следует... Как искусство сегодня, театральное искусство в первую очередь, может помочь человеку выстоять вот эти проблемы жизни, справиться со всеми этими трудностями экономического, политического характера, личными, бытовыми, то есть во всем этом многообразии. Ну, не знаю, здесь мне трудно говорить, мне кажется, что настоящее искусство всегда помогает, и, скажем, русское классическое искусство, например, всегда, мне кажется, во все времена, для этого необязательно даже, так сказать, читать современную литературу. Она бывает тоже очень талантливая и замечательная, но даже если почитать Пушкина, Толстого, Достоевского и, не знаю, Булгакова, то Гоголя так хорошо становится иногда. И так, знаете, если бы начальство читало внимательно, скажем, русскую классику, я имею в виду русское начальство, то, мне кажется, не надо было бы удержать большого штата осведомителя. Потому что русские писатели так все настучали про русского человека и русский характер, русское общество на тысячу лет вперед. А уж если говорить про Александра Саевича Солженицына, который все предсказал в конце 70-х годов про все наши отношения с Украиной, и все, если бы повнимательнее отнеслись к этому, то, может быть, многого бы удалось избежать. Искусство тем и прекрасна, что оно идет намного впереди и выше всяческой идеологии всего того, под что искусство это пытается прогнуть. Поэтому, если читать, если говорить про жителя просто страны, просто про какого-то отечественного человека, или даже, скажем, мы сейчас в другой стране с вами разговариваем, но я думаю, что какие-то, может быть, проблемы и похожи, наверняка какие-то общие проблемы есть. Мне кажется, классика тем и замечательна, что она, понимаете, она научает быть счастливым при любой политической ситуации, потому что любые тяжелейшие времена, они изобилуют, как ни странно, поводами для счастья. И вот мне кажется, это очень важно. Кто-то очень умный сказал, что счастье – это не станция назначения, а способ путешествовать. Поэтому классика наша, скажем, великая, скажем, русская литература, она вот этому учит. Быть счастливыми.